Священное вам Богом. Я Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Якова. Бог не есть Бог мертвых, но живых. Главное это в вере Христос и воскрес. Два слова. Если в это не веришь, ничего нет. Нет. Когда отмечают отроков семь ефесских, там впереди написано, и архиереи православные перестали верить в воскресение из мертвых. Но если нет воскресения из мертвых, жизни смысла-то вообще никакого нет. И апостол проповедовал воскресение Христово. Всюду и везде. Главное, ни рождение Христа, ни вознесение, ни преображение. А сегодня очень большой праздник покров Божией Матери. Никакой, во-первых, ни праздник воскресения Христа. А за этим что следует? Если Он воскрес, значит воскрес и нас воскресит. А раз воскресит нас, надо готовиться, какие мы воскреснем. И вот теперь программа на всю жизнь. Веришь ты в воскресение или нет? И в Израиле разделились нас две половины. Одни верили в воскресение из мертвых, а другие не верили. Которые верили, назывались фарисеи, а которые не верили в садукеи. И сегодня если человек делает, но ходит в храм, молит, я скажу президент, я видел как кланяются, даже крестятся. Ну вот лицемер, фарисей. Я ни разу не слышал доброго отзыва, когда говорим, ну что вы препятствуете в школах преподавать. Ну президент молится, да бросьте вы. Никто в это не верит, а фарисей. Ну почему не называют садукеем никого? Что фарисеем любого обзовут, даже маленького ребенка, если он делает опоза. А садукеем никто не обзывает, почему? Потому что все садукеи. Фарисей это очень хорошее слово. Это учителя израильского рода. Но они многое делали на показ, вот этого делать не надо. Фарисеи раскрыли, а сами это делают как фарисеи. Какие рукава у священников? Как по дому цыганки, ну разве же можно? Так, посмотри. Для чего это такое? А какие шапки-то высокие? Мы встретили здесь армянские церкви. У нее просто приплюснутые, надетые, как корона царя Давида. И все. А это чем выше, тем лучше. Как кирофирует полка наполеоновского. Выходит, смотришь и удивляешься. Я разговаривал с Александром Мениным. Он говорит, вы даже не знаете, что в алтаре делается. К алтарю прикоснуться нельзя, а шапки митры кладут на престол. И вот как, скажите, на выставке, будто бы среднеазиатская выставка арбузов, наставят их на престоле, и никто ничего не видит и не понимает. Тут не надо даже над этим смеяться, но совсем же не так Господь получил. И вот он задает Христос им вопрос. Они не верят в воскресение мертвых, а признают, пообрезают все, в пяти книжах же, и больше ничего у них нет. То. И в одной торе они ни слова не нашли. В пяти книгах где? Ну, вообще-то, нигде не написано этого слова воскрес даже и нет там. А Господь говорит, а разве вы не читали? Показывает на подтекст. К нам сегодня православным, если во что-то не верят, даже нельзя. А разве не читали? Чего? Ну, Библию понятия не имею. Мы не баптисты, а что нам Библию-то? Мы придем, батюшка еще надо сделать. Главное, исповедоваться чаще, причащаться. Мы даже до Саддукеев-то не вершли. Саддукеев-то Христу не сказали. Не читали, а что его читать-то? Христос обращался как к факту, что разве вы не считали? То есть явно, что из этих слов следует, что читали. Считали-то не понимали. А здесь совершенно никак. А что надо? Да я хожу, у нас храм хороший, батюшка хороший, дальше начинают обращаться здесь. А если там еще мощи, мощевики, крест с мощами, да и в алтаре, ты знай, куда повернуться, плюнуть. Потому что в отношении храма быть благоголенней. Там мощи лежат. А щи? Никто не знает. Ну, может быть, из какого-то чеченца 200 лет назад. Кто знает? Находят мощи нетленные, ни надписи, ничего нетленного. Да нетленных мощей находят в Японии. До революционной еще мощи. Еще до христианской веры находят. Ты пойди у буддистов, посмотри, сколько нетленных. Целая пещера забита. И они там ждут воскресения. И они ждут, что они восстанут. А здесь воскресение из мертвых вообще исчезло. Ты разве не знаешь, что написано? И с кем вы будете разговаривать, всегда говорите эту фразу. И скажут, не знаю, тогда начинайте прямо по Библии. А если знает, написано, дальше следует развертку дать этого стиха. И Господь берет какое место? Бога Авраама, Бога Исаака, Бога Иакова. Вообще тут про воскресение нет. Ну, как нет? Есть. Ну, ведь у них же школы были, свои семинарии, академии. И они не видели, что в этих словах, я Бог Авраама, Бога Исаака, Бога Иакова, заключается в тайном воскресении. Нет. Читали, ну а где там? Ну, еще раз говорю. Я, Есим, Бог Авраама. А с кем он разговаривал вот-то? Ну, он говорил Моисею. Правильно. А Моисей когда жил? Сегодня мы не можем. Тогда нельзя было сказать, за 1600 лет до Рождества Христова. Ну, явно что. Ну, жил 430 лет спустя после Авраама. А Авраам где? Умер. А Исаак? Ну, как? Умер, мы уже знаем, что там написано. В тех книгах, которые они признают. На этих книгах и будем говорить. С тех танком на канонические книги не опирайся. А Яков? Ну, как Яков? Пришел в Египет и умер. Умер, а Бог говорит, я есть в сегодняшнем дне. Он не сказал Бог, я был Бог Авраама, но я есть сегодня. Значит, у Бога они живые? Значит, у тебя был сын и погиб. Ты же не скажешь, что у тебя есть сын. Ты скажешь, был сын. Я думаю, как они друг на друга посмотрели? Надо же. И как мы... Ведь они не один год так верили. И не сегодня же они возникли. И в самом деле они живые. А раз они живые, значит, они должны воскреснуть. Тут уже дальше... Господь и не стал доказывать. А воскресение мертвых. Но они составили много анекдотов. Разных рассказов. Потому что человек, который находится в заблуждении, он любит доводы. Доводы от разума. А у нас было семь братьев. И вот один пожил, умер. Чего он умер? Может, демон его задавил? Такое тоже было. Как в книге Тавит написано. Второй берет. Да второй бы к ней не подошел. Чужой может подойти. А второй-то уже боится. Он боялся Иуда отдать-то. Потому что если сын погиб, то второй как бы... Этот не погиб. А третьего шел он вообще не отдал Иуду. Говорит, а что же отдавать-то? Она баба навектризована. Она убивает их всех. И все. Ты задушила, говорит, их уже сколько? В книге Тавит считаем. И седьмой и тоже умер. Она бессмертная. Живет и живет. Ни с носу ей нет, ни издержек. А вот они придумали, составили. И у них считалось это неотразимый довод. Ну где, во-первых, покажите. И где эта женщина, которая жила и которая пережила семерых? Нет. Это все выдумка. А для воскресения мертвых не надо выдумки делать. Смысл говорит. И знаете, самый лучший довод такой, Иоанн Златоуц говорит. Самый, запомните правильно, несправедливый на земле. Вот самый лучший довод в пользу воскресения из мертвых. Ну несправедливый. Встречали где-то. Да в любом месте. ЖКХ, продажа квартир. Ну где бы ни было. Монетизация там прочее. Один обман. Ну и что? А Бог справедливый? Ну непонятно что. Ну если Бог справедливый, а на земле не справедливый? Так. Но она должна справедливой где-то быть? Должна, конечно. А где будет, когда на земле нет? Это ясно, что где-то в другом мире. А в другом мире где, когда воскресно? Ты понимаешь? Самая маленькая несправедливость, это лучшее доказательство, что будет воскресение из мертвых. То есть Бог порядок ищет поставить на место. Бог все вернет к справедливости. И каждый человек, который обижал другого, он с ним там встретится и скажет, Господи, Ты победил в суде Твоем. Я несправедливый его приследовал. Ни одного осужденного не будет на суде Божьем, который скажет, Бог не прав. Написано. И скажет, Ты победил в суде Твоем. Где? В воскресенье из мертвых. Матфея 12, 28. Господь говорит, когда изгнал бесов, Он говорит, достигла до вас старстья Божия. Узнать, достигла до нас старстья Божия или нет, это потому, как мы начинаем исправляться. Человек, одержимый грехами, он бесноватый. Он даже не бесноватый, это не тогда, когда пена пускает и падает в обморок, а тогда, когда он грешит. Он не может из этого состояния быть. И любой пьяница, блудник, он не может из этой мысли. Он все время об одном думает, нормально смотреть не может. У него все в извращенном виде. Одержимость бесовская. В первом послании Коринфянам 14, 36, Христос говорит, апостол Павел, разве от вас вышло Слово Божие? Или до вас одних достигло? Ну, не от нас, если мы не пропадем. А разве до вас одних достигло? Там из хронасов оно не достигло в России тысячи лет уже. В словах-то этих, Коринфянам, апостол Павел заключил, разве до вас одних? То есть и другие Слово Божие читают, не только одни вы. А что у них есть, Павел даже не спрашивает, читали, не читали. Послание, а там мы говорим два послания Коринфянам, на самом деле есть три. Три, он там и говорит, которая, ну, напоминает об этом. Иеремия 23, 35. Как нужно считать Слово Божие? У людей поговорка такая. Бог наказал. Бог накажет. Вот видишь, как Бог наказал Россию-то и прочее. Тяжело все-таки Бога верить, и смотри как. И люди стали говорить, бремя от Господа. Что бы ни случилось, да вот несу бремя от Господа, опять заболел. Никак Богу не угодишь, и все время не так. Да опять несчастье постигло, погорели. Бремя от Господа, Богу не угодишь. И Бог тогда говорит, скажи им, не говорите бремя от Господа. Не говорите, я не накажу вас за эти слова. Это бремя ваше. Это ваши грехи. Не я его накладываю. От меня это, естественно, идет, чтобы вы только исправились. А люди все взвалили на Бога. Да это Бог и везде. А где он, Бог? Войну убивали младенцев. А где он, Бог? И дальше начинает. Где Бог? Это то есть бремя, это от Господа. Как надо понимать Слово Божие? Деяние 13.26 Вам послано Слово спасения сего. Я никак не могу отойти от мысли, что мы не вписываемся в Священное Писание. Вам послано. Когда? Не было послано. От Слова Божия просто отходили, а от Него прятались. Послано были в Пуды Ладана, иконы были посланы, хитоны, вериги там какие-то святых. Это все было. Евреям 4.2. И нам Слово Божие, оно возвещено, но не принесло Слово слышанное для тех, кто до этого был нерастворенной верою. Для нас Слово Божие достигло. У нас, видите, Библия есть, а для людей не достигло. С православными разговаривайте, на первое место ставьте Слово Божие. Хотя бы одно место говорите. Без Слова Божия нам не спастись. Где Слова Божия нет, там тьма. Где Слова Божия нет, там заблуждение. Вот сегодня, если бы представился случай, а может об этом помолиться, чтобы как-то выйти на священников. Я не кефирую, не могу только через книги идти. К Слову Божию нельзя привлечь. Они не по Слову Божию говорят. Присылайте полихральные газеты мне с разных концов России. Ни одной газеты нет, которая разнилась в Балталтайской миссии. Не по Слову Божию. И все вспоминает, календари выпускает. Посмотрите, о чем они пишут. Маленькая книжка какая-то, хлеб наш, насущие сектанты выпускает. Тоже календарь на каждый день. Начинается Слово Божие, дальше в конце Слово Божие, и говорится по Слову Божию. И поэтому промыслительное возникновение сектанта нас побуждает к этому. И я-то бы никогда этого не говорил и не знал, чтобы среди сектантов не обратился. Я у них услышал Слово Божие. Сознательно. Хотя Бог меня чудно провел, я ни одного дня не был сектантом. Ни дня, ни минуты. И я не могу объяснить, чем это, когда мне все там нравилось. Но почему? С детства заложенный страх. Я без крестного знамя и не мог никак лечь. У них в квартире нахожусь, ложусь спать, а под одеялом перекрещусь обязательно. И крестик так и не снял. И на этом Господь сохранил. У Бога обязательно что-то есть. Зацепка, крещок, чтобы зацепить. Крестик. И посты боялся нарушать. А люди, которые ничего этого не знают, их зацепиться не на чем. Они быстро теряют веру. Иеремия 10.1. Господь говорит, слушайте Слово, которое Господь говорит вам. Открывая Библию, мы должны слышать этот голос. Слушайте, раб твой. Это Господь говорит мне. О чем бы ни прочитал. Это-то ко мне написано. А что будет, если я не буду исполнять? То есть начинайте рассуждать. Не просто. Сказал я читать, а я читаю. Читай и рассуждай. Садухей не рассуждали. И они увидели воскресенье мертвое в главной фразе, которой Господь открылся Моисею. Матфея 12.36. Истинно говорю вам. За всякое праздное слово ответят люди. За всякое. А почему оно праздное? Пустое, неприложимое. На судье Божьем будет в ответ. А если не сказали слово Божие? А вот это праздно мы заменили все. Вы думаете, православные мало знают? Такие они уже неграмотные. Они все знают. Кроме слова Божия. Я с кем знаком был. Иногда, встречая на них, выхожу. Но вы знаете, что садов-то отдельно община. Да уж куда нам грешным. Ну, я в храм хожу. Вы как-то однажды мне сказали, тебе ли говорите. Я говорю тому, чтобы ты исправилась. Не так же, что говорить о рот в крови да в гное. Ты очистись, омойся, убелись. Что изменилось? Проходит 20 лет, как будто сегодня. Ну, я стою там в уголочке прижмусь, поэтому скорее ничего не видишь. Нет, я ничего не вижу. Совершенно ослепший человек. Истина, которую нам Господь открыл, она требует о ней возвещать. Вот видите, какие у нас где-то недостатки, что-то. Вы обязательно подходите к смотрителям. Заявляйте, покажите ревность в деле спасения и порядка. 2 Коринфянам 4,2. Мы проповедуем, не искажая слово, а открывая истину. Эти садухеи, которые получили такое доказательство от Христа, покаялись они или нет? Это вопрос. Да, они поняли. Они не возразили, это означает согласились. А завтра опять такие же садухеи остались. Кто нам что-то доказывает, что мы считаем, и это не приняли, это ответственность. Надо будет перед Богом отвечать. Вторая книга, Сарф, 12,9. Зачем же ты пренебрег слово Господа, сделав злое пред очами его? И вот ты в урию поразил мечом аммонитян, а жену его взял себе. Слово Божие Давид писал. Он самую большую по объему книгу в Библии написал, Псалтырь. И вдруг пророк говорит, зачем же ты отверг Слово Божие? Вот это слово, отвержение, может из Библии не вылазить и услышать от Бога, зачем же ты отверг Слово Божие? То есть, зачем ты зло это сотворил? Знать Слово Божие по нему поступать, зачем? Как отверг? Да я каждый день Библию читаю, зачем ты отверг, ты поступил неправильно. Это и есть отвержение. Можешь читать Библию, знать наизусть и ногами ее попирать каждый день. Это надо все время подчеркивать. Помогать друг другу, чтобы этого не было. Риммном 15,4. А все, что писано было прежде, написано нам в наставлении. Не к римлянам, а к нам, а с дикантам говорим. Ну вот написано, женщина, молящаяся с непокрытой головой. Бросьте, это к коринфянам написано. Ну правильно, к коринфянам. А вот это написано к римлянам. Да конечно, нам ничего и не написано, одни корочки останутся. Все, что написано евреям, все, что было сказано 3600 лет назад, для нас написано. И Библию открывает так, а что мне скажет сегодня Бог? А разве вы не считали? Если ты прочитал, а тебе что-то открылось, ты сразу запиши и встретишься с подругой и скажи, я читала, как Господь мне открыл. И вы увидите, другой уровень у нас будет дружба. Совсем. По слову Божию. Я вам говорю постоянно, что мне идут звонки, звонят люди. Я ничего не могу людям доказать, если люди не верят в Слово Божие. Он не согласен. Я месяц, звонит второй, я только об одном говорю. Поверь, Библия, это ответ на все вопросы. Наконец, я в это поверил. Все. Сразу сдвинулось с места. Он только говорит, что это раз местописание прочитал, больше не трать время. Смотри, так, сумел убедить. Главное, интересно, я не ждал, но все люди поверили. И бабушки, которые были против, и они все поверили. Установите авторитет Писания. Всюду и везде. Сами думайте, завтра утром встану. А какие я первые слова скажу? А где я смогу сказать по Слову Божию? Спросит что-то муж. Смогу ли я сказать? Начинайте себя на это насрать с муками. Пойду на работу. А что я могу сказать? А какие слова? Ты не знаешь, что сказать. А слова должны быть к месту. Потому что эти слова, которые ты принял, они сказаны и к тому, с кем ты встретишься. А это послание, раз ты не говоришь, оно скрыто. И скрывший это ты. Это уже не праздное слово. А скрытое божественное послание. Первое Коринфянам 10.11. И все это происходило с ними там. Но были как образы. А написано наставление к нам, достигшим последних веков. Что еще разъяснять? Мы в последние века живем. И то послание написано нам. Тора написано нам. Весь закон еврейский Танаха к нам написано. Это все к нам. А если это к нам, накладывает на нас свое великое обязательство. Нести другим. Четвертое царство. Восьмая и пятый стих. Я говорю сейчас о воскресении мертвых. В Ветхом Завете тоже были люди, которые воскресали. И вот стоит однажды Геезия с царем и говорит. А Елисей однажды вот такое чудо сделал. У женщины не было детей. Но она была добрая. И она ему комнатушку отдельную построили. Там кровать поставили. Ну у него свой кабинет был. И он сказал, и ребенок у них родился. Старий что? Ну потом правда он заболел. Да, заболел Лунар. Так он воскрес. Как воскрес? Он мне сказал, иди его воскреси. Я пришел, сказал, он не встает. Он сам пришел и он воскрес. Не может быть. И в это время, ни раньше, ни позже, та женщина и подходит. Он говорит, вот эта самая она и есть. Ну может быть Анна, там Люба или кто. Вот она и ее. И дальше уже царь с ней будет раздаться. Бог пример обязательно вовремя даст. Он только говорит. И одна единственная женщина. И один только разговор о всей вселенной. И женщина ни раньше, ни позже подошла, пробилась, на прием попала. А как раз в тот момент разговор об этом и идет. У Бога это все для нас. Где ты пойдешь, там уже разговор. Мы с трудом доставали пленки. Но когда спросили, для чего? Мы вот Златоустова считали, надо. А вы не слышали, в Барнауле там Клавдия у Стюжанина воскресла. Вот мы расскажем. Да как не слышали? Я встречался с ней несколько раз. Все. Они бы мне, может, ничего не дали. Они подмелись, а склады ничего не оставили. Все отдали. И у них разговор сегодня был как раз. А я приеду из другого города. Через весь Союз туда приеду. У Бога все это вымерено. Ни раньше, ни позже. Как раз. Евангелие от Матфея 14.2. А воскресение мертвое знает даже тиранам. И сказал Иерус. Это Иоанн Креститель воскрес из мертвых. Поэтому такие чудеса им делаются. Значит, знал о воскресении мертвых, что с Иоанном Крестителем ему придется встретиться когда-то, и повелел отсечь голову. Да если ты по-настоящему Иерус веровал бы, да разве ты посягнул голову пророка? Да 30-то лет. Сколько бы он еще людей обратил к Богу? Ты понимаешь, за этим весь Израиль шел. Идут на крещение. Куда? Сам Иоанн, пророк. Идут со всем. Приходят. А его нету. Как нет? Да вчера же был. Арестовал Иерус его. А придет он или нет? Да не знаем. Вот сейчас молимся, чтобы вернул его Господь. Крещение прекратилось. Ничего нету. Проходит день-два. Вдруг. А его нету. Его зарубили. А почему? Не знаю. Он говорил, что неправильно Иерус живет. Как? И ни один сановник никто не говорил. Он долбил и долбил в одно место. Не должно тебе иметь жену брата. Тем более жена, у которой дети есть. При живом отнял. Ну один грех. Но Иоанн, ты у тебя вселенский масштаб говорит. С чего говорить, когда на глаза грешит? Поэтому не надо на весь мир заматиться. Конкретно рядом сидящий попытайся исправить. Рядом находящийся с тобой в одном доме. Слово воскресенье. Я даже попытался узнать по статистике. В Ветхом Завете три раза упоминается о нем. А воскресенье. Воскрес слово. А вновь 133. Это эпоха воскресения из мертвых. И только в одних деяниях апостолов 24 раза апостолы говорят о воскресенье. Они были переполнены воскресеньем из мертвых. Эту весть они несли. Мир готовься. Скоро воскресать. Даже в Талмуде у Иерии в 12 раз говорится о воскресенье. Есть книга правил святых отцов. 17 раз говорится о воскресенье из мертвых. Вселенские соборы упоминают всего лишь 4 раза. Поместные 6. В Коране у мусульман 82 раза говорится о воскресенье. То есть они верят. Евреи верят. Христиане верят. Все верят о том, что человек со смертью своей жизни заканчивает. Как можно нам-то не верить? А если верить, а как я воскресну? А с чем предстану? Об этом нет разговора. Главное не заболеть и хоть на один день подольше пожить на земле. Главное здесь. Вот когда хватает людей за жизнь, таблетки, и когда о мертвых безутешно плачут. Златолус говорит, это лучшее доказательство, что ты не веришь в воскресенье из мертвых. А если веришь, а ты бы радовался. Павел говорит, желаю разрешить, прям желаю умереть от тела, чтобы быть со Христом. Это несравненно лучше. Ну кто прямо может это сказать, я желаю, пойди спроси врачей, даже совсем изболевшийся человек, и тот еще старается подушку кислородной подтащить к носу. Я посмотрел, сколько раз мы слово воскресенье узнаем в наших книгах. Воскресенье у православия книжка у нас. Я 90 раз говорю о воскресенье из мертвых. В открытым окон, с 1 по 16 том, слово воскресенье встречается 3128 раз. Но нас нельзя будет упрекнуть, что мы не верим. 17 по 22 том, 795. То есть получается так, что в каждом томе у нас по 178 раз говорится воскресенье из мертвых. Евангелие от Иоанна 12, 24. Вот это слово, этот стих, взят эпиграфом у Достоевского, братьям Карамазовым. Если пшеничное зерно, павшее в землю, не умрет, то останется одно. А если умрет, принесет плода. Значит оно воскресает. 1 Коринфянам 15, 37. 15 глава 1 Коринфянам. Вся воскресенье из мертвых. Мы сеем семя. Сеем голое зерно. Голое, не арбуза ты закапываешь, а все же семечко. А потом, что нарастет? Так и человек уходит, ничего у него нет. А в вечности все предстанет, что делал. Эфесянам 5, 14. Говорить о воскресенье из мертвых надо и в духовном смысле. Встань спящий, воскресни из мертвых и освятить тебя Христос. То есть вокруг нас одни мертвецы. Господь говорит, как горбы окрашены, люди ходят, и никто не знает. Мы ходим среди гробов, а может и сами гробы. Можем ли мы сказать, что там спящий воскресенье из мертвых? А это возможно, если мы будем поститься, молиться, читать Слово Божие и жить по-христиански. Лука 15, 24. Он говорит, сын мой был мертвый, а жил о духовном воскресенье. И Деяния 17, 18. И услышавши о воскресенье из мертвых, они насмехались, а другие говорили, об этом тебя послушаем в другой раз. Об апостоле Павле сказали. Я стал дальше размышлять. Послушаем в другой раз. Это же сказал Теликс. В другой раз. Вот эти люди сказали о воскресенье из мертвых. А вы знаете, это действительно так и будет. Будет воскресенье из мертвых. И в другой раз они с Павлом встретятся. И в другой вот этот раз они тогда и услышат. Есть такие поговорки, которые надо расшифровать. Говорят, не умрешь, горе хватишь. А мы должны сказать так, умрешь, вот так и горе хватишь. Поэтому воскресенье из мертвых всегда ставьте рядом с Христовым именем. Христос воскрес. Аминь.